Вчера прошел съезд альтернативной партии СДПК, но уже сегодня стало известно новое. Член ЦИК Кайрат Асмоналиев сообщил, альтернативной партии нужно изменить название. В стране не может быть двух партий с одинаковыми названиями. Когда партия будет проходить перерегистрацию в Минюсте, нужно добавить либо цифру, либо букву к аббревиатуре СДПК. Также было отмечено, что по закону партия не имеет никаких препятствий для того, чтобы участвовать в выборах в парламент 2020 года. Но еще вчера новый лидер партии Саганбек Абдеррахманов заявил, что менять название они не планируют, так как партия все-таки настоящая и законная. Однако, экс-спикер Зайнидин Курманов заявляет, для того, чтобы отстоять право называться СДПК, придется судиться. Сегодня стало известно, что с 5 по 12 апреля движение по Баумскому ущелью будет перекрыто. Об этом сообщила пресс-служба Кыргыз-Темир-Джолу. В этот период планируется провести работы по принудительному спуску камней на участке автодороги Бишкек-Нарын-Торугард в Баумском ущелье. Работы будут проводиться в светлое время суток при благоприятных погодных условиях с 9 до 3. Участки дороги периодически будут перекрываться сотрудниками ГОБДД, МВД, КР. Также в пресс-службе отметили, что при накоплении 30-40 единиц автотранспорта работы будут прерываться для того, чтобы пропустить машины. Вот уже на протяжении нескольких лет в столице в честь 9 мая проходит акция «Бессмертный полк». Сегодня стало известно, что в этом году она пройдет в новом формате. Об этом сообщила вице-мэр Бишкека Татьяна Кузнецова. Она рассказала, что шествие состоится 9 мая в 10.00. Движение начнется от парка Осаново. Участники пройдут чуть больше 6,5 километров. В прошлом году число участников достигло 45 тысяч человек. Депутат бишкекского городского кинеша Валентина Лесниченко отметила, что в прошлом году участникам не хватило музыкального сопровождения. Поэтому в этом году будет запущена еще одна акция под названием «Поддержи бессмертный полк музыкой». Все жители, у которых окна выходят на улицу Абдырахманова, могут включить патриотическую музыку. Бессмертный полк также пройдет и в других населенных пунктах. Депутаты БГК уже направили письмо в 31 город страны для того, чтобы начать акцию одновременно в 10.00.